Как победа в конкурсе «Инженер года» изменит жизнь специалистов? Идет дальнейшее тиражирование лучших практик на предприятии, и от этого выигрывает вся республика в целом. Ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Казанском федеральном университете. Создатели серии документальных фильмов о крупнейших библиотеках страны снимут эпизод о библиотеке Лобачевского. Казань понятно почему, потому что это одна из важнейших и старейших библиотек в стране. Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел онлайн-встречу с главой Росфонда Львом Амбиндером. Участники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии Национального регистра доноров костного мозга. Напомним, что совместная работа организаций по оказанию помощи детям с тяжелыми неврологическими нарушениями ведется с осени 2020 года. В Казани проходит заключительный очный этап республиканского конкурса «Инженер года». Отбор прошли 109 участников, в том числе 12 из Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. Благодаря тому, что мы создали такую площадку, где собирается весь опыт знаний, так скажем, и конкурсантов, и членов конкурсной комиссии, идет дальнейшее тиражирование лучших практик на предприятии. И от этого выигрывает вся республика в целом. Сегодня инженеры востребованы во всех сферах промышленности и экономики. И если студент вуза начинает получать предложения от работодателей к концу обучения, за специалистом со стажем компании выстраиваются в очередь. Поэтому номинация «Инженер года» не только способ повышения квалификации, но и признание профессиональных заслуг перед республикой. Еще рано, конечно, говорить о рекордах, но хочу отметить то, что заявок больше, нежели чем в первом конкурсе. У нас 278 заявок. И хочу отметить то, что участие приняли более 70 организаций и трудовых коллективов республики Татарстан. В конкурсе принимают участие студенты вузов, получающие инженерную специальность, а также действующие инженеры предприятий республики Татарстан. Отбор в очный этап прошли 109 участников, в том числе 12 из Казанского федерального университета. Среди них будут определены победители в 12 номинациях. Необходимо было представить свои достижения в инженерной области за предшествующий год. То есть как раз это говорит о том, что люди практикоориентированы, их работы уже внедрены. Но кроме того, важно, инженер получает больше плюс, больше баллов, если у него еще есть научные наработки. То есть он как-то занимается практикой, внедряет у себя на предприятие. И кроме этого занимается, участвует в конференциях, заполняет документы на патенты, получает их, занимается рационизаторскими предложениями. И как раз нужно было это все собрать в единую презентацию, представить документально заочно членам конкурсной комиссии. Они выбрали 109 финалистов, и как раз таки завтра они будут представлять эти работы уже очно. Я веду, кроме инженер-деятельства, свою научную работу, разработки, проектирование, моделирование. В рамках этого я получил патент, публиковался в базе данных скопус и в Эпоп-сайенс. Плом – это в Российской системе со знания Альфреда Нобеля. Все-таки хотелось, чтобы инженер-деятельность развивалась. Она давала свои плоды в Республике Тарстан, в своих отраслях. Очный этап конкурса завершится 29 октября. Торжественное награждение победителей пройдет ближе к концу года при участии президента Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Зарубежные коллеги из Каканского государственного педагогического института приехали в Казань для развития профессиональных компетенций. Подробнее о программе стажировки узнаете в нашем следующем сюжете. Интерес зарубежных коллег данной программе был вызван богатой историей становлений и развития Казанского федерального университета. Программа стажировки направлена на формирование новых и развитие уже имеющихся компетенций преподавателей в области проектирования, а также управления образовательным процессом в контексте международных трендов. Практика проходит в вочном формате с применением дистанционных образовательных технологий в двух локациях. Это центр цифровых образовательных технологий ЕДУТЭЧ и Институт психологии и образования. Коллеги прибыли к нам 1 октября. 1 октября стартовала программа стажировки профессионально значимых компетенций по внедрению новых цифровых технологий и в целом диджитал образования. По словам организаторов, коллеги из Каканского государственного педагогического института делают большие успехи. Каждый день они приобретают новые знания и умения в системе педагогического образования. Цель нашей стажировки повысить свои профессиональные компетенции, познакомиться с профессорским составом, изучить научную исследовательскую работу института. Сегодня Каканский институт является одним из крупнейших педагогических вузов страны, которые обучают педагогические кадры для Республики Узбекистан. Открыт он был в 1931 году, а с 1943 носит имя поэта-демократа Муки Мия. На площадке Еду ТЭЧ стажирующиеся знакомятся с новыми технологиями. Одними из популярных являются говорящие стены и технологии умного пола. Студенты из Каканского государственного университета в количестве 10 человек на сегодняшний день проходят 8 модулей. Каждый модуль рассчитан приблизительно на 10 дней. Преподаватели из Узбекистана убеждены, что достигнутые на стажировке результаты помогут усовершенствовать образовательный процесс в Каканском институте. Они также выразили признательность за то, что базой для проведения стажировки стал именно Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет вошел в топ-100 мировых вузов согласно рейтингу Times Higher Education с 2019 года. Именно в области педагогических исследований, педагогического образования наш вуз также занимает лидирующие позиции и среди российских вузов. Поэтому не случайно база стажировки для коллег из Каканского государственно-педагогического университета именно был выбран Казанский федеральный университет. Вызывает интерес и тот факт, что данная образовательная программа очень гибкая и вариативная. Ее можно подстроить под любых потребителей образовательных услуг. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Спортсмены студенческого спортивного клуба Казанского федерального университета представят Россию на Спартакеаде в Белоруссии. В состав российской делегации вошли три команды казанских юлбарсов по бадминтону, настольному теннису и легкой атлетике. В Беларусь отправятся два тренера и 24 спортсмена. Отметим, что студенты Казанского университета уже в пятый раз становятся участниками этих соревнований. В отделе рукописей и редких книг Казанского федерального университета начались съемки документального фильма. Короткий метр о университетской библиотеке войдет в серию фильмов о крупнейших библиотеках страны. Тему продолжит наш корреспондент Роберт Хасанов. Специальный проект «Картотека библиотеки» — это цикл документальных фильмов о четырех крупнейших библиотеках России. Съемочная группа уже посетила Государственную публичную историческую библиотеку в Москве и Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге. Финальной точкой в съемочном процессе станет Российская государственная библиотека в Москве. Каждый раз каждая библиотека становится главным героем фильма. Одна в фильме. И про нее мы рассказываем. В съемочной группе предоставлена возможность рассказать об историческом наследии библиотеки, первоначальных коллекциях и самых уникальных собраниях. Речь идет о коллекции гравюр, а также о редчайшей восточной коллекции книг, куда входят уникальные собрания по арабистике. Заведую отделом рукописи редких книг, который состоит у нас из двух секторов. Из сектора русских и западноевропейских рукописи редких книг и восточных рукописи редких книг. Конечно же, у нас есть отдел организации обслуживания в читальных залах и на абонементе. То есть тех книг, которые могут читать только лишь в читальных залах, с ними работать, а часть, которую можно выдавать на абонементе. Перед съемочной группой стоит задача красочно рассказать о библиотеке при Казанском федеральном университете. В этом им помогают эксперты-историки, литературоведы, филологи и, конечно же, библиотекари с большим стажем. Когда мы приходим в библиотеки и говорим себе, ну-ну-ну, попробуйте рассказать. Здесь, наверное, одни старушки с пучками, которые говорят, что все нельзя, надо заполнить требования. И вообще, часто молодые люди боятся ходить в библиотеки, потому что там все нельзя и тишина. Нет, мы хотим сломать эти стереотипы. Внимательный зритель уже заметил, что из четырех объектов лишь университетская библиотека находится, так сказать, в провинции. Спешим вас расстроить. Дело совсем не в местоположении библиотеки. Главный аспект, на который обращали внимание создатели проекта, это уникальность места. А уникальность университетской библиотеки далеко не в том, что она находится в провинции. Казань, понятно почему. Потому что это одна из важнейших и старейших библиотек в стране. Ну и, конечно, это, ну, в том числе этот комплекс зданий университетских, ну, он потрясающий. Просто эстетически это важно. Премьера документального фильма состоится в ноябре этого года на сайте университетской библиотеки. К сожалению, больше подробностей рассказать мы вам не можем. Сами понимаете, за спойлерем самое интересное. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин